Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы разберем, что такое внутридермальный невоклеточный невус. Часто дерматологи не ставят такой диагноз, они просто ставят, что это родинка или невус. Однако такой диагноз часто приходит с точки зрения гистологического исследования удаленной родинки. Что же такое внутридермальный невоклеточный невус? Это когда невусные клетки, это те же самые меланоцитопигментные клетки, но обладающие рядом своеобразных характеристик, например, лишение их отростков и так далее, то вот эти самые невусные клетки располагаются внутри самой кожи, то есть невусные клетки уходят из поверхностного слоя кожи глубоко в глубокий. Этим и обуславливается непосредственно то, что, например, они неравномерны по окраске и так далее, о чем мы поговорим несколько позже. То есть погружение невусных клеток вглубь кожи вызывает появление внутридермального невоклеточного невуса. Что представляет себя такое новообразование? Это папула, то есть узелок, то есть пятно с уплотнением возвышающаяся или уже крупный узел. По цвету это может быть узел цвета окружающей кожи, что несколько реже, это желто-коричневый цвет, это коричневый или с коричневыми вкраплениями, во всяком случае цветно-нормальной кожи, например. На поверхности подобного узла нередки тиреангектазии. Это расширение мельчайших сосудов, мельчайших капилляров кожи. Форма подобного узла или папула круглая или куполообразная. Самая частая локализация внутридермального невоклеточного невуса это кожа лица и кожа шеи. Вот наверное вы все видели бабушек, которые с такими бородавчатыми родинками. Многие думают даже что это бородавки, однако чаще всего это либо сложные, либо внутридермальные новоклеточные невусы. Реже это бывают туловища и конечности. Подобные новоклеточные невусы возникают в среднем между 10 и 30 годами. Со временем если невус расположен на туловище, то он может разрастаться и у него может появляться ножка. Он может приобретать достаточно такую форму похожую на бородавку. Из-за этого его часто с бородавкой путают. Такие невусы, в отличие от других родинок, не подвергаются инволюции. То есть по-хорошему родинки, вы можете посмотреть недельное видео на нашем канале. Они с возрастом к 60 годам, как правило, подвергаются тому, что они постепенно исчезают, замещаясь в рубцовой ткани. Так вот, а невусы, имеющие ножку, такие внутридермальные новоклеточные невусы, они не подвергаются инволюции полностью. Соответственно, какие показания удаления подобных невусов? Во-первых, это локализация подобного невуса или родинки на волосистой части головы, в области паха, на подошвах, в промежности, на слизистых оболочках. При таких показаниях непосредственно нужно удалять такой невус. Дальше цвет, пестрая окраска, неравномерная окраска, изменение окраски. Все это показания к удалению невуса с гистологическими исследованиями. Ну и, наконец, неправильное очертание невуса или неравномерный рост также является показанием к удалению внутридермального новоклеточного невуса. Естественно, любое удаление должно сопровождаться гистологическим исследованием. При необходимости дерматоскопической диагностики и удаления любых невусов кожи, вы можете обратиться к дерматологам и дерматоонкологам нашего медицинского центра Платон КВД в Москве. Нас принимают грамотные специалисты, которые обладают дерматоскопией и необходимым оборудованием для удаления и забора гистологии любых невусов и родинок на коже человека. Ждем вас в нашей клинике, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал в Instagram. Спасибо за внимание.